Приветствую вас, друзья! У нас прогноз «Колесо жизни» на 22-й год для знака зодиака «Козерог». Мы коснемся всех сверхжизни. В конце получим советы от Оракулов. Еще у нас будет маятник. Мы посмотрим, исполнится ли какое-то ваше заветное желание в 22-м году. Что нам ответит маятник? Я поздравляю всех козерогов с Новым годом, с наступающим Новым годом. Я желаю вам счастья, здоровья, любви, взаимопонимания, реализации всех ваших желаний, исполнения ваших намерений. Пусть 22-й год будет легче, чем был 20-й и 21-й. Хорошо. Козероги, 22-й год. «Колесо жизни». Что вас ждет по всем сферам жизни? Ну, первая сфера у нас это будет карьера, работа, бизнес. Что вас ждет в этой сфере? Совет. Финансы. Совет. Отношения. Любовные отношения, семья. Совет. Отношения с другими людьми. Это могут быть ваши друзья, дети, родители, коллеги на работе, бизнес-партнеры. Совет. Ваши эмоциональные состояния, настроения. Совет. Творчество. Хобби, творчество, любимые занятия, реализации. Совет. Отдых. Совет. И собственное ваше развитие, обучение, перспективы. Совет. Еще у нас одна карта будет. Это основной акцент этого года. Так, мы его посмотрим в конце. Хорошо, давайте мы начнем с карьеры, работы, бизнеса. У вас ложится старший орган маг. Конечно, как правило, маг – это человек, который работает на себя. Это человек, который является специалистом в какой-то области. Но еще у нас маг – это умение коммуницировать, договариваться с другими людьми. Это дар красноречия. Это когда человек показывает все свои таланты. Карта говорит, что в работе, в бизнесе, в карьере вам нужно будет проявить инициативу, показать себя и действовать. Тут самое главное – все будет зависеть только от вашего действия. Но отсутствие результата, от вашего бездействия. Давайте мы совет посмотрим. Да, тут спинтагри. Здесь для кого-то выпадет возможность то ли получить очень хорошую работу, должность или начать какой-то перспективный проект, который вас приведет к большим материальным возможностям. Обратите внимание, здесь единица и здесь единица. Здесь что-то новое. И вот это дело, которое вы здесь начнете, это что-то очень перспективное. Вот для тех, кто только заканчивает обучение или уже закончили, здесь может быть выхождение хорошей работы. Вас примут именно как молодого специалиста. И вы должны себе здесь показать. Поэтому карта советует в карьере, в бизнесе действовать очень активно. Делать то дело, которое вы умеете, в чем вы хорошо разбираетесь. Завязывать новые связи, контакты, контракты, договариваться. Ну и в первую очередь поверить, конечно, в свои способности, что вы обязательно справитесь с этим новым делом, и вас ждет успех. Тем более шанс будет вам дан хороший. Но если это ваше какое-то дело, то карта вам советует вкладываться. Хорошо, финансы. У нас здесь ложится колесо фортуны. И вот опять какая-то удача, хороший куш. Здесь вы можете получить какие-то деньги. Как правило, колесо фортуны – это то, на что вы не рассчитывали. Может быть, у кого-то здесь наследство. Так, у тебя отключи совет. Если здесь вам повезет, и вы получите хорошую работу, или начнете свой бизнес, может быть, вот будет какая-то поддержка материальная, то это может быть еще подарок от кого-то, чтобы вы начали свое дело. Или, например, может быть, вы продадите какую-то недвижимость, которая вам не нужна, и начнете свой бизнес. Здесь колесо фортуны всегда говорит о переменчивости. Но в то же время это удача. Это удача в деньгах. Это, может быть, выигрыш в лотерею для кого-то. Для кого-то это внезапное появление работы, или начало какого-то нового бизнеса. Но в совет, тут самое главное, поверьте в свои силы, как вот здесь. Убирайте страхи и сомнения, что у вас не получится, что вы не справитесь. Но вообще, год говорит, что вам будет вести. Вести в деньгах. Хорошо, любовные отношения, семья. У кого-то здесь может быть рождение малыша, для тех, кто уже стоит в отношениях, в браке. У кого-то здесь новые отношения на пороге. Для мужчин здесь ложится в совет ваша карта. Но еще эта карта в совет говорит... Прошу прощения. Король Пентакли, как в совет, говорит, во-первых, для женщин это встреча с очень стабильным, надежным мужчиной, который готов уже к серьезным отношениям. А также эта карта для мужчин может показывать, что вот это новое знакомство в 2022 году, которое только-только зародится, может привести к тому, что вы почувствуете, что да, с этой женщиной это не просто какая-то интрижка, а вам хочется с ней прожить жизнь. Также здесь может быть у кого-то переезд на новое место жительства, может быть даже переезд и в другой город, для кого-то может быть в другую страну. Еще здесь, конечно, карта вам советует вкладываться в обучение детей и в недвижимость, чтобы обрести стабильность в финансовой сфере. Ваши отношения с другими людьми, это могут быть друзья, коллеги на работе, бизнес-партнеры, дети, родители, старший аркан мир. Но карта, говорит, будет очень много общения, коммуникации, может быть, через интернет. Еще, конечно, это карта гармонии, но тут еще и уверенность, да. Здесь карта гармонии, но для того, чтобы вот эта гармония была в отношении с другими людьми, вам нужно проявлять терпение, терпимость и дипломатичность. Но две очень хорошие карты, даже, может быть, если с кем-то у вас сейчас сложные отношения, то в 2022 году вот эти отношения могут наладиться. Хорошо, ваше эмоциональное состояние, настроение, тройка кубков, в принципе, настроение и состояние хорошее. Здесь какие-то хорошее времяпрепровождение, может быть, вас ждут праздники, развлечения, какие-то приятные новости по работе, в доме. То есть настроение будет хорошее. И общения очень много будет с близкими людьми, с друзьями, может быть, какие-то семейные праздники. Здесь, может быть, еще королева мечей. На ваше эмоциональное состояние может повлиять вот такая женщина, королева мечей. Это может быть представитель власти, для кого-то, может быть, это врач. Например, вы хотите забеременеть, врач поможет вам реализовать вашу мечту. Естественно, у вас от этого поднимется настроение, что, наконец-то, вы станете мамочкой. Также это может быть преподаватель, может быть, сдача каких-то экзаменов, прохождение тестов. То здесь все будет удачно. Сдача какого-то крупного проекта, например. Или получение новой работы. Или, может быть, вот с кем-то собраться, скопилироваться, может быть, куда-то съездить, отдохнуть, провести хорошо время. Если вам нужно будет какие-то юридические вопросы решать, то здесь вам нужно будет просто обратиться к специалисту. Хорошо. У нас шестое – это творчество. Творчество здесь установка каких-то проектов ваших. Здесь нет движения и есть ограничения, да. Но ограничения могут быть и самоограничения, или что-то извне. Скорее всего, вы творческие проекты в 20-м году поставите на паузу. Это не факт, что вы от них откажетесь, но, может быть, будут какие-то другие приоритеты, вы их отложите. То есть что-то будет мешать вам воплотить его в жизнь. Хорошо. Отдых. Ну, тут влюбленные. Здесь могут быть поездки. У кого новые отношения, может быть очень много встреч, свиданий, проводить хорошо время. Так, совет ложится. Пятерка мечей. Вы знаете, я думаю, что по поводу пятерки мечей это все-таки совет, да. Может быть, вы куда-то захотите поехать. Ну, вот, например, вы семейные люди, да. Там муж хочет в одно место, жена в другое. Тут самое главное, карта говорит, не конфликтуйте, а придите к общему знаменателю. Ну, если вам не хочется, например, куда-то ехать, а мужу хочется, ну, здесь нужно просто уступить, чтобы не нарушать вот эту гармонию в отношениях. Ну, и больше уделяйте времени своему любимому человеку. Не зацикливайтесь на работе. У вас здесь, конечно, грандиозные планы, но все-таки не забывайте уделять внимание и тем людям, которых вы любите. И ваше развитие, собственно, развитие, обучение. Здесь страшный суд. Кто-то может здесь сдать экзамены, вот, может быть, ваше эмоциональное состояние, настроение улучшится из-за того, что вот все-таки у нас королева мечей, я говорил, вот, может быть, преподаватель. Может быть, кто-то тут закончит какое-то обучение. Может быть, вы в институте учились или какие-то курсы, может быть, там, права получите, что-то такое. Но здесь, смотрите, у вас произойдет какое-то осознание и пашкубков. Есть у вас какие-то проекты, но, может быть, для них не хватает знаний. И вот именно страшный суд говорит о том, что вы для себя что-то решите. Это также может быть, какой-то процесс закончится, но вы, у вас уже новый какой-то план, новая задумка или новые предложения. То есть страшный суд всегда говорит о смене одного этапа нашей жизни и начале следующего. У нас пашкубков ложится в совет, он говорит, не останавливайтесь на достигнутом. Если есть какие-то еще для вас интересные стороны, которые вы хотите изучить, то приступайте. Потому что пашкубков – это всегда получение чего-то нового, каких-то навыков, знаний, умений. Но это что-то, что вам очень нравится, может быть, в виде хобби. То есть вот тут в творчестве у вас что-то застопорилось. Карта говорит, откажитесь пока от этой пострашного судода, оставьте пока в стороне эти вопросы, но если сейчас у вас не получается их реализовать. Вот что у вас еще есть, к чему вас тянет душа, выберите новое направление. Или, может быть, у кого-то здесь рождается малыш. Вам приходится уйти с работы или закрыть какие-то свои проекты. Просто уделить время пока своему малышу. Ну, это как вариант для кого-то. Хорошо, давайте посмотрим общую карту года, основной акцент, на что вам нужно обратить внимание. Старший аркан Луна. Вот Луна у нас – это карта материнства. Для кого-то из женщин очень важно будет именно стать мамочкой. Еще у нас Луна – это эмоции, чувства. Это, может быть, новое отношение. Но по Луне – это, знаете, мы ставим на пороге чего-то нового, и нам страшно перенести ногу через этот порог. Конечно, карта всегда призывает обращать внимание на сны, инсайты, на свою интуицию. Не попадать под страхи. Если в 22-м году вокруг вас будет происходить какая-то ситуация, и вы ее не будете контролировать, то карта советует вам положиться на свою интуицию. Она подскажет вам, как вам решить этот вопрос. Хорошо, давайте получим для вас советы от Оракулы Краевы Луны, Козероги, 22-й год. Ой, там не перевернулось. Так, фейт. Фейт – это вера. Карта говорит, что полдородие и изобилие в настоящий момент возвращаются в вашу жизнь. Все у вас наладится, у вас начинается рост, развитие. Если будут какие-то трудности в 22-м году, невзгоды, карта говорит, самое главное, верьте и держитесь своих желаний. У нас как бы луна повторяется, да, и здесь мы видим у женщины карту материнства. То есть все-таки кому-то предстоит стать мамой в этом году. Хорошо, еще давайте получим совет от Оракулы Магические Брата, Козероги, 22-й год. Отправляйся навстречу приключениям. Я любуюсь чудесами света. Кстати, в совет карта года Луна может говорить о каких-то дальних путешествиях. Сейчас я вам прочитаю. Новые территории ждут вас. Вы вступаете в период расширения и ломаете границы, которые сами себе навязали. Даже если вы чувствуете колебания, пришло время испытать что-то новое и действовать по-другому. Возможно, вам стоит даже побывать в дальних странах. Выходите из зоны комфорта и спешите навстречу приключениям. Хорошо, давайте мы еще посмотрим, что нам скажет маятник. Сейчас я карту беру. Я надеюсь, вы уже загадали желание или у вас есть какая-то мечта. Давайте посмотрим, что нам скажет маятник. Исполнится ли ваша мечта в 22-м году? Маятник, ответь, пожалуйста, козерогам. исполнится ли их желание или мечта в 22-м году? Ответ да. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Если вам понравилось, пишите ваши комментарии, ставьте пальчик вверх. Еще раз с наступающим или уже с наступившим Новым Годом. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok